так дорогие мои еще раз я в дню матери а мы поехали на экоферму все равно решили погулять с малышом с детьми ой бабушка едет в общем едем мы на экоферму садитесь дети садитесь в общем мы сейчас собирались все вместе ой я говорю мы домой приедем я даже показывать не буду дом то знаете как картункова заходит домой там и она готова и вызывай полицию вас ограбили она говорит а у нас всегда так и у нас там разгром полнейший это же ужас все лежит мы все искали что как одеть из коляски все вывернули оттуда все вывернули все это валяется ой но опять же опять же счастье не в этом а в том что вот у нас сегодня выходной у нас сегодня день матери конечно мы бы могли заняться тем что все там прибирали пылесосили пыль вытирали но да но мы решили что мы лучше съездим съездим на экоферму хотя там есть и бассейн и рыбалка но у нас на это время не будет мы чисто взяли с собой покушать да мы любим покушать набрали покушать это у нас будет типа знаете типа вылазка на природу типа пикника но с тем что дети посмотрят животных погладят кроликов а уборка приедем и приберемся у нас у нас не грязно но у нас все раскидано это ужас у меня с одной стороны сердце кровью оплевается когда я на это все смотрю и думаю боже боже все валяется все в игрушках все в одежде но пусть лучше так пусть лучше все валяется но зато все живы здоровы все счастливы все бегали собирались довольны тот джинсы одели но потом решили нет мы поедем лучше спортивную спортивных костюмах да то то сначала одели теплые костюм потом решили все переодеться и короче все валяется ну и ладно ну наверно не покажу этот того инфарктная карта будет такой рубец у некоторых наших зрителей мы проезжаем мимо кореновска сегодня у нас какой насыщенный день то кропоткины были сейчас мимо кореновска проезжаем всем привет а тут живет даже если и сейчас не живет но жили сто процентов кто-то здесь жил с наших зрителей арина меня говорит нет еще еще полчаса ехать примерно а вот и хочешь а вы взяли хоть их а кроликом господи показываю ты как и 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 между прочим такая богатая станица да столько вот как мы сейчас проезжали и по дворцов даже все сидела любого лассе планировали капли смотрите видите так мы таких несколько проехали тоже огромный дом станицу очень богатые здесь в краснодарском крае здесь кирпича экоферма закрытая потому что дождями как-то размыло там не зайти жалко она ставит мне еще сказала мам позвони я у дочь я посмотрела на сайте они работают круглосуточно ну и все мы и поехали софия девчонки застегните и и софа какая ты у нас ну-ка застегнись смешная все приехали мы нет зоопарк есть да сейчас пойдем все матвейка привыкай давай у нас семейка не очень нормальная вообще все до нас семейка не очень нормально софики было два месяца уже в бассейн вачинск ездила помнишь нет дома поправь пожалуйста что ныне вот заодно погуляет на свежем воздухе да я говорю мы в другую хотели там контактный зоопарк не не зоопарка экоферма а тут не знаю сейчас посмотрим единственное они по воскресеньям на конях не катают ну мы недавно катались не она сказала что не катает пойдем отсюда не пихать ручки да а сюда даже еще я думала на улице все это волнистый птичайчик как у нас это карелла красивые какие-то это шиншилла наверно да да это шиншилла пальчики туда не пихайте нет вот эти не кушать только вот эти струб кушают это большая какая одна она ну что тебе ей какая нужна шиншилла какая нужна тебе клетка большая там у нас зрители советовали купить и сашу шиншилла смотри какая клетка нужна огромная дом надо другой отдельный что кормит это африканские ёжики днем спят а ночью у нас охотятся ну-ка, Женечка, дай-ка я полежу ну-ка, Женечка, дай-ка я полежу ну-ка, Женечка, они не будут, потому что мы только семечки ну-ка, они все спят у нас такой жил, вот говори, живет ну-ка, чуть поменьше, может быть, вот у нас какие красивые ну-ка, Карик вообще красивый ого, какой заяц большой, мам ого, это не заяц-то, кролик точно кролик? смотри, а это еще бегает по месту это кролик, это кролик, да смотри, говальчик какой ты милый я хочу сфотографировать, можно я сфотографировать? там павлин еще а тут кто? журавль она там ее сейчас в тепло положили мам, тут никого нету, шиншилла вон там самое прикольное, это тут кролик вот тот это заяц это заяц шиншилла, которую мы видели о поросенок это кабан у него, наверное, сколиоз какой-то кривой да а? мини-пиди мая-лино мая-лино кролики разноцветные, разные красивые красивые хорь фура фретто написано мая, когда выросла себе хорька куплена ой, лучше их не заводить они все грызут, они такие хулиганы мая-лино 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 о, вот это какой красивый мая-лино добрый что-то красивый мая-лино 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 даже под самым красивым хвистом это написано львиноголовый кролик какой красивый петух обычные курицы но как смотрит рина ты помнишь своего другу как он тебя завалил в три года это муж такая порода может быть но как скребуться вон он фазан и в общем девчонки танец что выберешь ты первое место а пламя ваше второе да вторые выступали вторые до лауреаты второй степени поздравляю вас девочки через неделю они едут уже в краснодар ну много до животных хочу у него с рожкой сломал не пекай пальчики там наверху еще наверно кого-то держит он же не может этот лань туда наверх залезть феникс порода кур вон она ходит зовет его а кто-то там еще кричит я думала подавился а большой какой под орлик а кричит так как будто подавился все дальше нету никого ну еще купать и еноток так что к нам приезжать у нас по весне будет все девчонки такие пошли кричат нам мама пойдемте так уточки вон чего вон там уточка на заборе сидит ага ага много-много-много зайцев вон тут последний да ага ага вот тяжелые как они дикие они просто у нас живут на свободе ага ага о какой они прикольно ну вы их не кормите они сами питаются они сами питаются здесь и рыба и все у нас есть а вот они приходят травку там посыпать м-м-м да ну видите их не держат они сами по себе тут а это молоденькие страусы сказали ферма только только открылась поэтому пока тут не очень все оборудовано Клеванья эта . клеванет клеванет ну давай носик давай Clarif давай ries вот так вот так свиночи неются прям доقد� несколько comparison Ой, смотрит так интересно. Папе, пошли, смотрите, вот папа. Сейчас отберет у тебя телефон. Вон там пони. Маша, ты любишь? Любишь лошадок? Да. Аккуратно, пожалуйста, потому что у нас здесь стук протянут. Ааа. Чтобы лошади не убегать, чтобы детишки не спрятались. Не-не-не, мы туда близко не пойдем. Оп, оп, сюда прибежи. Так, не ходи, не ходите, все. Можете чуть-чуть поближе подойти, но провода не трогаем, потому что толком стукнется. Все, тут стойте, стойте. Ну, вот не сильно, это, ну, все, ну как, цык. Ну, ну, Жень. Хватит. Кони интересные такие. Вон там большая. Мне понравились. Ну. Вообще похвалила женщина детей, она говорит, столько много у вас ребятишек, и все так слушаются, такие спокойные. А то, говорит, как приедут, говорят, орут, бегают, все не слушаются, все подряд хватают. Она же прям похвалила. Мам, Саша прям вот так погладила, потому что я вот так руку поставила. Угу. Дай внуче ручку. Давай, пойдем к маме, к папе. Это, она сказала, тяжеловоз. Кони где-то на прокулке. Их тут нет. Мы видели, где-то проезжали? О, вот дети. Вы знаете, как шестим? Не живете по конькам? Не, я в свое детство наигралась с конями. Мы сейчас вон туда. Там, вон, видите, есть скамейки. Мы же с собой взяли и чай, и кофе, и бутерброды, и пирожки. Мы сейчас вон туда пойдем, и там посидим, детей покормим, и обратно поедем. Все равно детям будет приятно, что вспомнить. На свежем воздухе поедят, попьют сладкий чай. Все равно хорошо. Конечно, можно было дома сидеть. В телефонах. Уроки они все сделали. Мы тоже успели. Пока Дима ездил подстригаться, мы успели сделать уроки. И Женя с Сашей тоже. Поэтому я рада, что мы выбрались. Ой, не просидела, кто что-то сказал. Специально запарила чай. Сладкий сделала. И его оставили. Мы даже яйца успели сварить. Ну, тут попить что есть. Сок, вода, бутерброды всякие, яйца. Где, Дарина, там? Даже салат успели сделать, кто хочет. А белку будет дарить. Почему? Вот есть посудина. Вот тут вся посуда. Вот. Тут и ножик есть. Все есть. Дарина, там. Дарина. 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 Я тут пить. Господи, боже мой. Пить хочешь? Вот дома салат делаем. Да, никому не надо. А тут вкусно. Аж в драку. это бутерброды сделала на гриле насти пошла и сейчас матвейку покормит потом обратно придет ешьте особенно яйца в лед идут и салат что замерз василий владимирович не ну ничего теперь уже все не твой кофе что круто да нравится вам я не ела я тоже кого сейчас какой то что они по этим ходят у нас часто зрители не правильно себя ведут саша последнее время там себя что-то там все неправильно ведет ну про женьку про тонку про софику ужасные вещи конечно часто пишут но я хочу сказать да на дарину я немножко обидела сегодня ну как обидела все равно термо забыли с чаем я буду дарину почему ты не просветила она почему вы сами не просили но в итоге в итоге я подошла и сказала там дариночка прости меня пожалуйста ну да я должна я старшая должна была проследить для меня вообще не сложно просить прощения у детей и дети у меня такие же да может быть где-то не такие идеальные как у наших зрителей могут сказать там заткнись могут сказать что жрешь сегодня мы были на конкурсе дети должны были наше выходить там такие красивые дети стояли и матом на наших детей правильно и я о чем говорю я знаю я не говорю что на жене саша на наш коллектив на наш коллектив они начали там ругаться нашим выходить танцевать они их не пускают короче вот вы понимаете о чем я говорю даже если почему вы не пресекаете они мне говорят наши зрители у которых идеальные дети я на это вообще никак не реагирую я считаю что дети больны если они обижаются они могут сказать они должны плескать свою энергию свой негатив свою обиду там что-то пусть говорят как хотят вырастут сами поймут что так нельзя это не только не только все хорошего у меня дети все а у нас мама софи по серединке нет такая огромная коляска спокойно смотрите видите другой ветер поднимается но мы почти все съели так было круто мне уже понравилось мы его слабинске да дарину привезли мы ее только сейчас высадим около пятерочки все равно сказал магазин пойдет за продуктами и поедем уже домой насти с димой сразу поехали домой она уже там писала да а что-то не видно подсветки этих фламинго вот они стоят ну что-то там тянули это может просто дневной для дневной красоты алина тебе ответила да она завтра приедет она сказала ну ладно потом да в общем алина завтра приезжает да на практику вот в шести она стала взять так антон вышел на работу ну по крайней мере или завтра или послезавтра устроился в общем на доставку воды помоем да или воды или пива ну что-то такое на доставку в общем устроился ну все мы сейчас старинку оставим тут и все все всем пока до следующей субботы еще говоришь что-то нифига сколько у меня Рафаэла все три Женечка какой ты там стих придумала а если мамы дома нет приготовьтесь Если мамы дома нет, приготовьте сам обед, ты возьми морковь, ты возьми морковь и лук. Ну, вот, готовьте. Ты возьми морковь и лук и получишь фрукту. Так, девчонки, по-моему, дома фруктов нет. Девчонки, только немножко берите, чтоб ничего не портилось. Сами сможете набрать? Мам, давай мы их всё купим, потому что нужно купить домой, а ты быстро наберёшься. Нет, вы что попало наберёте? Вы домой ничего не возьмёте. Фрукты выберите, да? Ой, мух другом. Это всё у нас пикника. Ох, дети принесли, бросили. Ладно, сейчас всё разберу. Полотенца мои какие-то ужасные, надо их отбеливать. Ну, не такого цвета. Вот всё чистое, но какого-то надо в кипяточке их засунуть. Так, заехали мы в магнит, вы видели. Ох, это Пеппа. На паузу поставить хоть. Так, что тут купили? Детям говорю, купите фрукты, сами выберите. У него взяли кефир, у нас топьёт. Молоко нашего любимого не было, просто кваши. Взяли это. Всё закончилось там. Где-то сметану я ещё покупала. Девчонки выбрали апельсины. Потом помыла это, по-моему, лимоны. Вот такие помидорчики. Макароны, как я сварю, наверное. Так, взяли свёклу, чеснок, морковку. Вот такую колбаску. Вот такую. Это тоже свёкла. Салатик можно сделать. Такие макароны салатенька очень любит. Вот такой ещё сыр. Вот такой. Масло сливочное. Просто не помню, они, по-моему, есть. Но взяла на всякий случай. Не помню, есть или нет. Вот он, чай. Чай наш стоит приготовленный. Так и остался тут на столе. Хлеба нашего любимого не было. Ни чёрного, ни какого. Взяли вот такой какой-то тостовый. Но тоже свежий. Это, видимо, Настя заезжали в магазин. Стоит тут. Сейчас Софику будут купать тоже. Ромку. Ну, в общем, это будет. Присыпку детскую взяли. Вот, для малышей. Всё, вот такие у нас покупки. Сейчас рисунки разберу. Это мы тоже с собой убрали. Тут уже дети бросили. Немножко контейнеров успели разобрать. Сейчас банки вынесу из дома. Показать вам наш бардак. Или вы успели немножко прибраться, дети? Немножко прибралась? Покрывалась, видите, не на месте. Ой, Софийка на горшке. Кормишь? Кормишь? Подожди, сейчас покажу Томину комнату. Какая чистота! Какая чистота! Всё валяется! Нет, нет. Я просто на столе поставила. Вот тоже на столе тоже всё надо прибираться. А мы сегодня прибирались, когда уезжали. И Софка прибежала с Томой. Ну, не так грязно, как вчера было. Это Тома ещё забежала, немножко прибрала. Носки надо в стирку. Вот это вот тоже. Почему там внизу стоит? Не знаю. Тома, ну как ты прибирала? Скажи мне. Вот это почему я подняла тапки? Я сейчас вашу комнату проверю. А у нас что, не стоит? Не стоит? А что ж ты пришла, у Тома командуешь? А я. Господи, боже мой. Ладно, куда ни зайди, везде компромат. У нас тебя кормит, Матвейка. Ну что, как он поездку перенёс? Ну что, дорогу туда обратно стал. Ведь не близкая дорога, туда час, обратно час, да? Там мы ещё сколько пробили, час наверное. Ну, ну. Чуть-чуть там пикнула только и всё. Ну то, что молока захотел. И всё. Ну так-то вообще молодец. Так, Женечка там бельё разбирает. Нормально заходить. Всё, заканчиваешь уже? Да. Ну всё, умница. Белые и чёрные стирали. Сейчас, наверное, стирку тоже поставлю. Всё разлохматилось. Время у нас семь. Всё успеем. Всё успеем. Настя говорит, тут надо купить контейнер. Всё, не уберёшь ничего, да? Всё, надо малышу. Матвейки. Матвейки. Падают уже, видите? А смотри, как подумали, решили, что вот эти были пониже, шарные, они были возле батареи. Видите, видишь, и шестьдесят? Да, наверное, из-за этого. А из-за того, что вода батарея, она же не закрытая была? Я думаю, что из-за этого они как быстро упали. Ну-ну-ну. Ну, что надо собирать? Розочки. Дима, надо воду в цветах поменять. Поменяй ванной. Ой, Макс, помогу. Вы знаете, Василёк так ещё и не открыли. Может, завтра. Санечка помощница. Ну, я сейчас поту беру и начну Арчику убираться. Ну, хорошо, хорошо. Время у нас уже совсем поздно. Сейчас девчонки все душ принимают. Сейчас Женя на очередь. А я пойду уже видео монтировать. Вы знаете, на улице ужасный ветер. Он сейчас немножко притих, а так, знаете, как будто, не знаю, вертолет огромный над нами летает. Дождь, конечно, сильно идет. Завтра похолодание. Женя так рада. Пойдет в новой куртке. Да, Жень? В бомбере. Мам, смотри. Курток на айпаде. Дима давно уже Женю все установил. Ты там пользуешься, да, все, играешь на нем? Ну, да. По поводу телефона, денег, которые Женя собирала, она сказала, пока у меня все работает, я ничего покупать не буду. Пока деньги пока лежат. Вот. Вот мои игры. Все пользуется она планшетом, подарком. Пока все работает, пускай лежат деньги, потом, если что, понадобится она уже купит. Так что, дорогие мои, еще раз всех поздравляю с Днем Матери. Всем спасибо за поздравления. И всем пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok